Словарь – это вселенная в алфавитном порядке. Словарь есть книга в самом широком значении слова. Все другие книги содержатся в ней. Так сказал о словарях Франсуа Вольтер. 22 ноября отмечается День словарей и энциклопедий. Этот праздник учрежден в 2010 году по инициативе общества любителей русской словесности. Дата выбрана не случайно. 22 ноября – день рождения Владимира Ивановича Даля, лингвиста, автора толкового словаря живого великорусского языка. Владимир Даль – создатель знаменитого словаря. Кто он без него? Хирург. Даль учился вместе с Пироговым, лечил раненых во время двух войн. Сказочник. Под впечатлением от сборника сказок Даля, Пушкин написал знаменитую сказку о рыбаке и рыбке. Моряк. Ходил в учебный поход вместе со знаменитым флотоводцем Павлом Нахимовым. Друг Пушкина. Александр Сергеевич умер на руках у Даля после дуэли с Дантесом. Амбидекстер. Одинаково хорошо владел обеими руками, это ему помогло в медицинской практике. Но все-таки главное достижение Даля – словарь. За полвека он записал более 200 тысяч слов. Это 450 школьных тетрадей. Писатель сохранил уникальные выражения со всей России, которых больше нигде не найти. Со словаря Даля началась отечественная лексикография, наука о составлении словарей. Что же такое словари и энциклопедии? Это справочные пособия, в которых понятия расположены в алфавитном порядке. Существует свыше десятка типов словарей. По содержанию их можно разделить на две большие группы. Лингвистические или филологические. Данная группа занимается непосредственно словами и их толкованием. Они также делятся на двуязычные и одноязычные. Двуязычные словари содержат слова русского языка и их эквивалентные на иностранном языке. Одноязычные словари делятся на группы в зависимости от их назначения. Например, толковые, словарь иностранных слов, словарь синонимов, антонимов. Есть также грамматические словари, словари неологизмов и многие-многие другие. Вторая группа – словари энциклопедические. Они подразделяются на общие и отраслевые. В общих энциклопедических словарях можно найти информацию о различных явлениях и понятиях, выдающихся деятелях науки, культуры, об открытиях и знаменательных событиях. В отраслевых энциклопедических словарях собраны исчерпывающие сведения о какой-либо определенной отрасли, например, медицине, сельскому хозяйству, технике и т.д. Сокровищница человеческих знаний – энциклопедия. Она является особым видом книги, пожалуй, самым незаменимым с точки зрения практической пользы. В переводе с греческого энциклопедия означает «обучение по кругу знаний». Ни одна, даже самая маленькая домашняя библиотека не обходится без хотя бы нескольких экземпляров энциклопедии различной тематики. Энциклопедии бывают универсальные, отраслевые, узкоотраслевые, проблемные, биографические, детские и многие-многие другие. Нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не заглянул в словарь. С их помощью мы не только проверяем значения, написание тех или иных слов, но и узнаем немало нового и интересного. Словари энциклопедий дают новые знания, помогают понять незнакомые слова, позволяют переводить тексты с иностранных языков, учат писать без ошибок, учат грамотные культурные речи, обогащают наш словарный запас. Словари энциклопедии важны и нужны использовать во всех сферах жизни. Также эти издания – незаменимые помощники в процессе обучения. Научно-технический прогресс идет вперед, и пользователи все чаще прибегают к электронным словарям. Огромное количество этих справочных изданий представлено в сети интернет в формате онлайн. Использовать онлайн-словари действительно очень удобно. Они доступны в круглосуточном режиме, содержат огромные массивы полезной информации, и очень важно, что эта информация постоянно пополняется, обновляется, актуализируется и редактируется. Также преимущества электронных словарей энциклопедии состоят в том, что в одном месте можно встретить информацию из нескольких бумажных изданий. Во многих электронных словарях доступна функция прослушивания слов. Скорость поиска настолько высока, что намного превышает работу с бумажными носителями. Также электронные справочники невелики по объему и занимают немного памяти на персональных компьютерах или используются в режиме онлайн. Справочные издания приобрели новую современную форму, не утратив при этом свое глубокое содержание. Поспешите убедиться в этом лично. Сайтов, представляющих словарей энциклопедии в электронном формате, великое множество. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них. Обратите внимание на сайт с красноречивым названием «Академик». На этом портале собраны словари энциклопедии по абсолютно всем отраслям знания. Вы сможете найти ответы на любые вопросы. По медицине, по естествознанию, по биологии, географии, экономике, истории, литературе и искусству. Также обратите внимание на то, что здесь есть словари на иностранных языках. Особый интерес представляет сегмент под названием энциклопедии. Здесь собраны все классические, универсальные энциклопедии, начиная от энциклопедического словаря Брагауза и Фрона XIX века и заканчивая современной Википедией. Давайте откроем одно из этих изданий, например, Большую советскую энциклопедию. Сначала нам рассказывают о том, какова структура этого справочника, когда он был основан, кем основан и какие вопросы здесь посвящаются. Далее идет непосредственно материал в классическом алфавитном порядке. Нажимая на каждый подраздел под пункт, вы можете найти нужное вам слово. Также для удобства пользователей есть возможность ввести свой поисковый запрос. Например, давайте с вами напишем слово «книга». Нажмем «Найти». Как вы видите, толкование этого слова представлено в широком формате, со ссылками, из какого именно издания, из какого источника взята информация. Еще есть такой аспект, на который следует тоже обращать внимание, что каждая отрасль представлена сначала энциклопедиями более широкого формата. Например, медицинская энциклопедия, Большой медицинский словарь, то есть более универсальные издания. А дальше уже идут подразделы узкоспециальные, то есть вы можете сформулировать более точно и быстро свой поисковый запрос. В отличие от предыдущего сайта более широкой направленности, сейчас мы представляем вашему вниманию сайт, который называется «Грамота.ру». То есть по названию мы сможем сразу понять, что здесь собрано все, что касается грамотного написания слов, синтаксических особенностей, лингвистических и так далее. Этот сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Очень большой материал здесь собран. Я думаю, что об этом свидетельствует боковая страничка, где представлены как раз все аспекты, освещаемые на этом сайте информацией. То есть поиск ответа, горячие вопросы, правила русской орфографии и пунктуации, письмовник, справочник по фразеологизмам, словарь улиц Москвы, непростые слова, официальные документы, которые как раз касаются регламентации написания слов. «Книги о русском языке и лингвистики», «Наша библиотека». И обратите внимание, словарь языка интернета. То есть понятно, что сайт обновляется, в сайт добавляется информация современная, актуальная, та, которая может понадобиться нам в нашей информационной жизни. Словарь трудностей русского языка для работников средств массовой информации. Как мы знаем, средства массовой информации всегда были образцом при остановке ударений, при правильном произнесении слов. Поэтому этот справочник вещь необыкновенно ценная. Я думаю, стоит обратить на него внимание. Словарь России для туристов и не только. Словарь модных слов. Опять же, современный аспект преподнесения информации. Лингво-культурологический словарь. Английские литературные имена. То есть, как мы понимаем, здесь собрано все, что касается русского языка и литературы. И обратите внимание еще на горизонтальную поисковую строчку, где есть подразделы. При наведении курсора, например, на подрубрику «Медиатека», мы видим те мероприятия, которые проводятся на этом сайте онлайн. То есть, грамотные понедельники, забытые классики, реклама словаря, лента, новости, о чем пишут и говорят ближайшие конференции, которые проводятся в режиме Zoom-конференции. Класс, репетитор онлайн, олимпиады, учебники. Этот подраздел позволяет вам проверить свои знания и, естественно, их улучшить. Справка. Справочное бюро. Задать вопрос. Правила русской орфографии и пунктуации. Библиотека. Здесь собраны книги по русскому языку и литературе. И, конечно же, словари. Во-первых, какие бывают словари, нам здесь расскажут. Аудиоспектакль. Русский устный. Вы можете послушать, как российские актеры читают рассказы и повести. Также вы можете проверить правильное написание слов. И вот обратите внимание еще на то, как интересно построен поисковый запрос. Можно построить, вернее, поисковый запрос. То есть вы можете набрать слова с пропущенной буквой. Например, «честный». Какую букву здесь нужно написать? Вы ставите вместо буквы, которая вызывает сомнение, звездочку. И с помощью этого ресурса вы сможете проверить, как правильно это слово пишется. Давайте с вами попробуем, как это работает. Проверяем. Пожалуйста, все слова, которые соответствуют по написанию нашему заданному слову, здесь представлены. Вот слово «честный». Вместо звездочки пишем букву «т». Название этого сайта говорит само за себя. 100 лучших энциклопедий словарей интернета. Все самое интересное, востребованное, нужное собрано здесь. Энциклопедии, справочники, словари в электронном формате. Вы можете найти любой справочник по интересующей вас теме. Например, даже такие необычные энциклопедии, как Булгаковская энциклопедия. Что же здесь собрано? Сначала автор энциклопедии расшифровывает ее содержание. Затем обратите внимание на панель с левой стороны страницы. Здесь вы видите все аспекты, в которых освещается творчество великого русского писателя. Биография Булгакова, его персонажи, произведения. Далее темы, которые наиболее часто поднимались в его книгах. Булгаковедение, рукописи, фотогалерея, сообщество мастера, средства массовой информации о Булгакове, библиотека, где представлены непосредственно произведения писателя. Также новости. Все самое новое и интересное, что появляется в прессе о Михаиле Булгакове. Следующая энциклопедия, которую мы сможем с вами сейчас посмотреть, это, например, энциклопедия туристическая. Все страны в алфавитном порядке и открывая нужную нам страну, мы сможем прочитать о ней и найти список литературы, который об этой стране рассказывает. Например, главные города и туристические регионы, история, религия, полезные советы, телефонная связь и почта. Даже такие аспекты, которые касаются непосредственно жизни в стране. Так что обратите внимание на эту энциклопедию, на то, что здесь представлены именно те справочники, которые вы не найдете нигде. Мы с вами познакомились лишь с небольшой частью справочной литературы. Впереди вас ждут самостоятельные открытия огромного и интересного мира словарей, справочников и энциклопедий. Обращаясь к молодым читателям, Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, «Свою библиотеку не надо делать слишком большой, не надо заполнять ее книгами одноразового чтения. Дома должны быть книги повторного чтения, классики, при этом любимые, а больше всего справочники, словари, библиография. Они могут иногда заменить целую библиотеку». Из этих слов, известного ученого-академика, становится понятным то, как важны словари и справочники. Тем более, теперь эти издания доступны всем нам в любое время в формате онлайн. Спасибо за внимание, удачи во всех начинаниях и приятного чтения! Субтитры создавал DimaTorzok